Ом Ти Ви Юэй про Головне. Ом Ти Ви Юэй назвал это огромной победой для демократии и свободы. Он пообещал раскрыть славную судьбу Америки, а также создать лучшее будущее для граждан США. Замечательные слова. Год был с Америка. Дональд Трамп обещал позвонить российскому диктатору Владимиру Путину уже завтра. В то же время обсуждение будущих переговоров по войне в Украине может начаться в первые месяцы 2025 года. В Украине внимательно следили за ходом голосования в Штатах. Администрация Трампа и жестко настроенные республиканцы могут негативно относиться к предоставлению Украине большей военной помощи, что значительно ослабит ее способность продолжать борьбу с Россией. Дональд Трамп неоднократно высказывал предположение, что он прекратит военную помощь Киеву и говорил, что остановит войну в течение 24 часов после своего избрания. Аналитики говорят, что, вероятно, Трамп рассматривает блокирование финансирования как способ принудительно остановить войну. Его соратник по предвыборной гонке Джей Ди Вэнс выступает против дальнейшей помощи Украине, утверждая, что США должны поощрять Киев к заключению мирного соглашения с Россией и готовности к территориальным уступкам. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Как вы считаете, первый звонок Путину, о чем он будет? Я думаю, что вопрос будет состоять в как раз налаживании коммуникации как таковой. То есть, вот если взять даже слова Трампа непосредственно, он критиковал администрацию Байдена как раз в отсутствии такого контакта. Но, конечно же, Трамп может поделиться своими идеями касательно путей окончания Российско-Украинской войны. Ну, я думаю, не только это. Но, опять-таки, почему должны все воспринимать, что они с Путиным сразу же найдут общий язык? Путину необходим хаос в Соединенных Штатах, а не эффективный президент. Поэтому в нынешней ситуации коммуникация с Путиным может на самом деле быть очень схожей с многочасовыми разговорами президента Франции Макрона, который все равно в этом русле ничего не добился. Но, тем не менее, возможно, Трамп, кроме Путина, все-таки позвонит, например, и украинскому президенту, если это дело будет касаться как раз окончания Российско-Украинской войны, для дальнейших координаций и слаженных действий. Вы сказали о ценностях и что они в любом случае будут сохраняться. А видите ли вы перспективу в зависимости от победы того или иного кандидата, несколько иного распределения ответственности за стабильность в мире? Вот мы, естественно, подтверждаем, что главным образом Соединенные Штаты Америки задают там темп в определенных процессах. Ну, конечно, мы на себя это ощущаем как помощь Украине, а потом уже, скажем, подтягиваются партнеры. Может ли сейчас эта ответственность несколько иначе начать распределяться? Как считаете? Вполне возможно, Соединенные Штаты могут сфокусироваться на меньшем количестве как раз таких активных горячих точек в мире. Я не думаю, что полностью будет сворачивание, но фокусироваться действительно на более важных, как они считают, для себя моментах. Ну, вот, например, идея Трампа о выведении американского контингента с территории Европы. Тут разные оценки, будет ли он это делать, либо нет. Но если все-таки будет решение о выводе 70 тысяч американских военных, Украина уже предложила свою взаимопомощь по данному вопросу. Это пятый пункт плана победы, который также был представлен Трампу, где после завершения войны России против Украины наши военнослужащие могут усилить как раз тему безопасности в европейской части мира. И в этом мы могли бы сотрудничать непосредственно с американской стороной для перераспределения как раз вот этого фактора безопасности. Меня также интересует вопрос Ближнего Востока, который накаляется с каждым днем все больше и больше. Это такой себе большой очаг конфликта, который может разгореться, ну, я имею в виду по сравнению после того, той агрессии российской против Украины. Как вы считаете, насколько влиятельным может быть президент Соединенных Штатов Америки в отношении и в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке непосредственно, учитывая, что там присоединяются все больше и больше участников так называемой игры, простите меня за такие циничные слова? Ну, вполне очевидно, что Трамп имеет более произраильскую позицию. И если он действительно станет президентом, я рассчитываю на увеличение помощи непосредственно Иерусалиму, куда было перенесено посольство США вопреки международной позиции, что Тель-Авив есть столица Израиля. Но, тем не менее, также я ожидаю, что Трамп усилит непосредственно и санкционное давление против Ирана, ну и, очевидно, будет более действовать активно и с военной точки зрения для того, чтобы обезопасить израильского союзника. России действительно нужна сейчас, в настоящее время, очень талантливая, нестандартная, очень креативная дипломатия и креативное применение в том числе и военной силы, там, где это нужно, для того, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой, Сциллой и Капитуляцией, и Харибдой. Ну, понятно, или сдаться сразу, или сдаться вынужденно через какое-то время. Давайте будем реалистами. Конечно, нам всем, нам всем хотелось бы, чтобы российская армия показывала больше успехов, чтобы у нас было больше успехов в целом. Но, давайте будем реалистами. Россия смогла без боя взять один областной центр, и то ей пришлось его оставить. При таких вводных у нас какое-то большое наступление, идея о том, что мы возьмем Киев, идея о том, что те задачи, которые поставил президент 24 февраля, будут решены. Это все маловероятно. Давайте исходить из реалистических прогнозов. Поэтому, да, я с вами согласен, но, откровенно говоря, мы в общем наступлении это не вели, по крайней мере, не теми силами, которые были. Согласно сообщению, Берлин пообещал поставить Украине 17 зенитно-ракетных комплексов «Айрис-Ти», причем 4 из них уже в этом году. Можно предположить, что «Джасм», способные лететь на 900 километров, еще впереди. В Ленгли заявили, что Украина намерена сохранить контроль над частью Курской области. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, сообщил, что основная цель вторжения – взбудоражить российское общество. Продолжение следует...